Ксения не играла, она жила именно. Об этой талантливой актрисе отзывались ее коллеги. Сегодня бывшая актриса проживает в заваленной хламе квартире в ожидании подачек от бывшего мужа. Пик популярности Ксении пришелся на 90-е годы. Первые серьезные отношения к отчаяниной случились с известным музыкантом Иваном Охлобыстиной. Пара распалась, так как мужчина не торопился вести Качалину под венец. Впервые актриса вышла замуж за Алексея Папернова. К сожалению, эти отношения закончились спустя 5 лет, после кончины общего ребенка. В конце 90-х Ксения познакомилась с актером Михаилом Ефремовым, а роман этих взбалмошных актеров продлился недолго. В браке у Миши и Ксении родилась дочь Анна Мария. После развода у Ксении началась депрессия, она решила перебраться в Индию вместе с дочерью. Здесь Качалина занялась духовными практиками и, судя по всему, подсела на какую-то гадость. Актерская тусовка уже тогда поняла, что жизнь талантливой женщины идет под откос. Вскоре актриса вернулась в никуда, в Москве. Качалину никто не ждал, двери в кино были закрыты перед женщиной. Режиссеры наслышанной репутации Ксении лишь разводили руками. Женщина скатилась, поговаривали, что Ксения много пьет и не уживается с собственной дочерью. Вскоре Анна Мария ушла от матери, бросив актрису на произвол судьбы. Девушка призналась, что не испытывает нежных чувств к родительнице и не желает поддерживать с ней связь. Сегодня Качалина проживает в квартире, заваленной мусором. В этой обрюкшей, постаревшей женщине сложно узнать красавицу Ксению. Ефремов помогает бывшей жене, видимо, мужчина испытывает угрязение совести, ведь по слухам именно Михаил приучил бывшую супругу к бутылке.